Сергей, сегодня Центробанк изменил ставку сразу на 7%. Скажите, пожалуйста, что это такое вообще, что это за ставка и чем это чревато для простого россиянина? У Центробанка любой страны есть так называемая базовая процентная ставка. В разных странах они могут быть разные, то есть это ставки по разного рода операциям, но тем не менее какая-то базовая существует. Это фактически точка отсчета для стоимости всех заемных денег в той или иной экономике. То есть если процентная ставка, условно говоря, 5% годовых, то это значит, что все кредиты в экономике будут привязаны к этой ставке так или иначе. Они не будут 5% потому, что банки закладывают и свой какой-то интерес, плюс они учитывают еще и инфляцию, естественно, текущую. Но уж ниже этой ставки не будет никогда. И поэтому, когда в стране базовая ставка повышается сразу столь серьезно, как это было сделано в России, соответственно, одномоментно дорожают все кредиты. Причем это кредиты и для частных лиц, и для компаний. Что это означает для частных лиц, понятно. Если кредит раньше могли получить, условно, даже при прежней ставке под 20-25% годовых, то под какие ставки теперь будут предлагать проценты розничные, потребительские, ну, трудно себе представить. Но плюс еще, почти так же будут дорожать и кредиты для компаний. А что это значит? Это значит, что денег у компаний заемных станет меньше, потому что они будут менее доступными. Это значит, что компании не смогут расширять, как они раньше планировали, рабочие места. Они не смогут запускать какие-то новые проекты, которые предполагали расширение рабочих мест. А может быть, даже придется закрывать какие-то из уже существующих, ну, со всеми вытекающими последствиями. Сергей, ну, вот многие страны уже применяли подобные шоковые меры, и в некоторых случаях это принесло положительный эффект. Сработает ли эта мера в российской действительности? Ну, здесь последний по времени пример, который сейчас у всех на слуху, это действия Центрального банка Турции в начале этого года, в конце, в последних числах января. Когда курс лиры турецкой стремительно начал падать, хотя, конечно, масштабы падения там были просто несопоставимы с нынешними темпами падения рубля. Тем не менее, базовая процентная ставка была повышена одномоментно почти в 2,5 раза. И это возымело действие, не сразу, но через какое-то время. Курс лиры сначала взлетел, потом опять начал снижаться, но, тем не менее, примерно в течение последующих трех месяцев он отыграл примерно 2,3, от 2, почти 2,3, даже 3,4 своих потерь. То есть это сработало. В случае с Россией, скорее всего, такого действия, даже довольно близкого, на горизонте трех месяцев, ожидать сложно. Центральный банк России по возможности старается беречь свои валютные резервы, то есть зажимает предоставление, проведение интервенции на валютном рынке. С другой стороны, он достаточно в больших объемах продолжает кредитовать российские банки коммерческие в рублях. И именно значительная часть этих рублей, так или иначе, в нынешней ситуации приходит на валютный рынок, что только еще усиливает давление на рубль.